В последних двух видео я говорил о том, что выбирать место наугад, скорее всего, что не получится. Ну и ловить без прикормки, наверное, тоже. Теперь давай разложим по полкам, что конкретно делать на рыбалке и в какой последовательности. Здесь все очень просто, поэтому точно получится. Смотри. Обычно на рыбалке я делаю одну из трех вещей. Проверяю, есть ли рыба, привлекаю или удерживаю. Проверяю я, когда думаю, что рыба уже есть в зоне моей ловли. Еще дома я по прогнозу посмотрел, где будет рыба и приехал на рыбалку в это место. Я не вижу смысла сразу маркериться и прикармливать. Я предположил, что рыба уже здесь и я хочу это проверить. Для этого мне понадобится ПВА-пакет, насадка, в которую я верю больше всего, ликвид и микропелец. Я заброшу в первую очередь на всплески рыбы и пузыри. Если это был карп, то скорее всего, что он там был не один. Так я проверяю и если эта проверка не поймает рыбу, пока я ставлю лагерь, а это примерно, наверное, где-то 3 часа, то я делаю вывод, что мне надо ее приманивать. Для привлечения мне понадобится пищевой сигнал, который распространится в трех слоях воды. Для этого понадобятся ликвиды, пылящий корм, который будет растворяться в воде и привлекать к моим насадкам карпов. Как только я поймаю первого карпа, это знак, что рыба в точке есть и она там не одна. Я подброшу корма и буду ее удерживать. Мне надо, чтобы карпы долго собирали еду и не уплывали. И так по кругу. Я делаю одну из этих трех действий, проверяю, привлекаю или удерживаю. Иногда очередность меняется. Например, мы приезжаем на водоем, справа стоят от нас соседи. И пока мы разбираем вещи, замечаем несколько выходов карпов. Забрасываем туда ПВА пакеты и таким образом проверяем. Замечаем, что соседи справа кормят немного в нашу сторону. Отлично! Значит мы можем попробовать ловить с краю их прикормочного пятна, не приманивая и не удерживая. В результате с 18 до 23.00 у нас 8 карпов только с этих двух точек. Соседи уехали, мы начинаем приманивать к себе. Так что на следующей рыбалке, когда задумаешься, что делать, спроси себя, есть ли рыба у тебя в точке. Не знаешь? Возьми то, во что веришь больше всего, забрось, попробуй поймать, проверь. Нет, не было поклевок, уверен ты в том, что рыбы нет, нет никаких ее признаков, значит привлекай рыбу к себе. Если ты получил поклевку, если ты видишь признаки рыбы, если она прыгает у тебя в точке, если она у тебя есть, тогда удерживай ее. Делая эти действия, ты раскачиваешь точку. В результате ты прикормкой собираешь всех карпов из своей зоны в одном месте, ты не даешь ему плыть, они жрут, конкуренция растет. И только сейчас мы подошли к вопросу, с которого все начинают обычно. На что ловить? Но смотри, в точке уже есть стая карпов и они готовы клевать. Подбери насадку, которую они находят быстрее всего и включай конвейер. Все. А теперь представь, что рядом с тобой сидит мужик, он подходит и спрашивает, на что ты ловишь? А ты ловишь, допустим, на ананас. Как ему поможет твой ананас, если у него карпов в точке нет, а не все у тебя? Вот что важно. Давай подытожим. На рыбалке привлекай, удерживай и лови. Ответ на вопрос, на что клюет, тебе мало чем поможет, как тому мужику. Больше информации тебе дадут вопросы, на какой глубине ловил или чем кормил. Если ты собрал к себе всю рыбу, то одни насадки они будут находить быстрее, другие медленнее, но клюнет у тебя даже на фильтр от сигареты. Инстанс синий слимс. За нижнюю губу все как положено. Ну и традиционно, ты видишь, опять не было никакой магии, никаких секретов и все закономерно. Поэтому не переключайся.